Разглядеть беду ближнего, не пройти мимо и постараться помочь – задача не только медработников, но и каждого из нас. Ведь порой цена вовремя проявленного внимания – человеческая жизнь или здоровье. К маленькой жительнице Демянска такая помощь, к счастью, не опоздала. Пост ее мамы о необходимости срочной операции в социальной сети увидели сотрудники Центра управления регионом. А дальше колесо завертелось и в нужном направлении. Подробности у нашего корреспондента Ирины Усковой. В жизни Маши Михайловой в этом году произойдет важное событие. Девочка пойдет в первый класс. Поэтому охотно рассказывает, как идет подготовка к школе и чему она успела научиться под вездесущим кураторством младшей сестренки. Я умею рисовать, писать, раскрашать. Напишет, папа учит и мама. Все сложно делать. Собирать сложные пазлы, конструкторы даже сложные. Машина мама теперь тоже живет в предвкушении приятных лопота. Ведь еще пару месяцев назад казалось, что дочка обречена стать инвалидом. Причиной тому стало неудачное лечение ушного отита в Демянской больнице. Началось в полтора года где-то. С ушей потек гной, мы побежали в больницу. Пришли в больницу, нам назначили капли. Мы покапали, но ухудшилась только ситуация. Обеспокоенные родители повезли девочку в областной центре. Почти два года Маша чувствовала себя абсолютно здоровой. Но во время очередного медицинского обследования выяснилось, если в ближайшее время не сделать операцию, малышка навсегда потеряет слух. Получить квоту на дорогостоящие лечения не удалось. И молодая мама решила написать о своем горе в социальной сети. Ну, наверное, хотелось рассказать всем, что такое вот бывает. И хотелось помощи, поддержки. Не знала, куда обращаться, куда звонить, куда писать. Поэтому написала именно в интернет, потому что знала, что там могут подсказать, направить правильно. Пост отчаяния из Демянска вызвал большой отклик подписчиков интернет-сообщества. Галине советовали не отчаиваться, требовать, писать письма, обивать пороги. Но ситуация разрешилась самым неожиданным образом. У меня как раз началось такое время, что мне пришлось заниматься своим здоровьем. И некогда было бегать и звонить куда-то. Поэтому мне сами позвонили. Видимо, увидели и сами позвонили. Сохранить девочки слух помогли в Центре управления регионом. Недавно созданная организация призвана собирать обращения граждан из открытых источников, анализировать их и помогать чиновникам оперативно реагировать на обращения людей. А в случае с Машей, примедление вело к необратимым последствиям. Наши специалисты ЦУРа, увидев, что проблема комплексная, они помогли, направили это обращение не только в Министерство здравоохранения, но и в Министерство социальной защиты. Потому что из текста сообщения было понятно, что семья может претендовать на статус малоимущей. И, соответственно, ей могут быть положены меры социальной поддержки для такой категории населения. Вот общими усилиями нескольких министерств им дана была консультация по поводу того, какие льготы они еще могут получить. Ну и вопрос с операцией также был решен. В июне Михайловых ждут на операцию в Санкт-Петербурге. А 1 сентября для Маши прозвучит первый школьный звонок. Услышать его первоклассницы больше ничего не помешает. Ирина Ускова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.